На новом катке профессиональные рязанские фигуристки. В преддверии открытия они, что называется, тестируют лед. Выписывают спирали, крутят аксели, луцы. Тут и Ангелина Козырева, участница областных, межрегиональных и всероссийских соревнований по фигурному катанию, кандидат в мастера спорта. Валерия Костина, тоже кандидат в мастера спорта, участница финала спартакиада России, первенства России среди юниоров, чемпионат России. А вот и перворазрядница Екатерина Коровина, участница и победитель межрегиональных соревнований по фигурному катанию. На самом деле лед достаточно хороший, я думала, что было хуже, но кататься было приятно, удобно. Для профессиональных фигуристов, может, немножечко, не очень, а для, чтобы покататься, очень хороший. Фигуристок на катке сменили дети. Теперь лед предстояло исследовать им. Нареканий также нет. Хорошо, мне очень приятно кататься, красиво. Каток на Лыбецком бульваре – один из самых качественных. Здесь искусственный лед, которому температура окружающей среды не страшна. Работать он будет в любую погоду, говорят в администрации. Работать он будет ежедневно с 11 утра до 22.00. Сеансы по 45 минут. Затем идет регулярно заливка в течение 30 минут. И, соответственно, ждет новых посетителей катка, также согласно сеансам. Подарок нашему городу сделали партнеры. Каток будет с 25 декабря по 8. Вход на каток будет бесплатный. Поэтому приглашаем наших горожан, гостей города, прийти, посмотреть город наш, прогуляться по Лыбецкому бульвару. И, соответственно, провести активно свой досуг, катаясь на коньках на нашем чудесном катке. Всего в Рязани будет функционировать 35 муниципальных катков. Открывать их будут по погоде. Самый большой каток площадью 75 на 100 метров зальют на футбольном поле детско-юношеской спортивной школы «Золотые купола» на Первомайском проспекте. Ледовые площадки в рамках проекта «Городской каток» появятся в лесопарке, на Лыбецком бульваре, в сквере Скобелева и ЦПКИО. У ДК «Приокский» на улице «Интернациональный». Так что активно отдохнуть можно будет в любой части города. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».